Плавильный котел Как именно в вашем штате борются с постепенной латиноамерканизацией, с использованием испанского языка? Ведь все понимают, каким печальным последствиям это может привести к Вебеку. И не кажется ли вам, что такая популярность чуждых для Америки социалистических политиков в последнее время связана с изменяющейся демографической структурой Соединенных Штатов? Будет ли Америка такой, какой мы ее знаем, если потеряет свое европейское англосаксонское ядро? Ну, значит, первое, что тут можно сказать, что ни одна страна, которую мы сегодня знаем, например, не была такой 100 лет назад, я уже не говорю про 200, 300 или 500. То есть, безусловно, все меняется. Россия не такая, как была там 200 лет назад, и Франция, и Англия, и Соединенные Штаты и так далее. К Вебек, в смысле проблем, я не очень понимаю, что за проблема, что там живут франкоязычные, и они хотят как бы отделиться от Канады, но это да, есть такая проблема. Они там всегда жили, то есть не то, что они вот понаехали в нашу англосаксонскую Канаду. Они всегда там жили, такая, получается, катавасия. Но, значит, у нас пока нет таких проблем, что какой-то из штатов хотел бы быть независим, я даже представить себе такого не могу. Но у нас тут вот что происходит. Значит, темография меняется, это правда. И если вы думаете, что вот там латиноамериканцы, это какая-то, ну не то, что вот там проблема, но вот как-то они резко меняют лицо Америки, то если мы уйдем ровно на 50 лет в прошлое, на 50 лет, и вернемся в 66-й год, то та Америка, которая есть сегодня, была сформулирована именно тогда. Значит, в 66-м году была принята иммиграционная реформа. И одним из ее таких толкателей и авторов был вот как раз Тед Кеннеди, брат президента Джона Кеннеди. И демократы не могли вынести вот той дискриминационной иммиграционной политики, которая была на тот момент. А на тот момент категории иммигрантов делились на желательных, менее желательных и совсем нежелательных. Значит, к желательным относились выходцы из Англии, Скандинавии, может быть, Германии. Я так про Германию не помню. Дальше шла Центральная Южная Европа. А третий сорт, это были выходцы из Канады, из Китая, это были евреи, это были там еще какие-то группы. Достаточно хорошо уже представленные в США, на самом деле. Но вот как бы не хотели больше этих, хотели больше тех. И вот это изменилось в 66-м году. Они, конечно, ошиблись в своих оценках, кто реально начнет ехать в США, потому что говорили про семейную иммиграцию, что надо отдать предпочтение семейной иммиграции. Она и сейчас вот такая, кстати, вот 50 лет спустя. Вот этот принцип работает. У нас предпочтение семейной иммиграции. Но что получается? Те, которые 200 лет назад из Швеции приехали, там у них, кто ж теперь знает, какие у них родственники. А вот, допустим, недавние кубинские иммигранты, у них родственники все на месте. Или там по любой беженской программе люди, когда приезжают, у них все родственники на месте. Вот они прямо тут. И с того времени в Соединенные Штаты иммигрировало свыше 100 миллионов человек. Вы задумайтесь, вот страна, в которой там 330 миллионов населения. 100 миллионов иммигрировали за последние 50 лет. Может быть, их уже тут нету, там многих есть и их потомки. Но вот это и изменило лицо страны кардинальнейшим образом. Вот, конечно, через семейную иммиграцию мы имеем, конечно, большой приток латинос, да, потому что у них большие семьи. И, значит, они приезжают, рожают детей, потом ездят, значит, родители, потом тащат за собой других детей, там пошло-поехало. Плюс нелегальная иммиграция, там плюсы и так далее, и так далее. Конечно, но это продолжительный очень процесс, понимаете? Значит, если какая-то проблема, что люди говорят на испанском языке, в Америке в этом нет, как-то не воспринимается, что это проблема. Если люди, например, не хотят интегрироваться в общество, это проблема. А если люди дома говорят на испанском, то проблемы такой нет. Если возникают конфликты на почве языка, это проблема. А если конфликтов нет, и все мирно и дружно живут там как-то, и слава богу, посмотрите на город Нью-Йорк. Ну, вот, может быть, сейчас уже это все рассасывается, а, допустим, там 50 лет назад в городе Нью-Йорке были кварталы, где говорили на итальянском квартале, где говорили на идиш, кварталы, где говорили там, я не знаю, на китайском, японском там, и так далее. То есть кварталы сохранились, а люди, конечно, сейчас в основном по-английски уже говорят, но... К чему я говорю? Ну, плавильный котел и плавильный котел. Дай две копейки. Ничего такого тут нет. Что, Света? Два слова скажу. Да, давай, мы переуходим. Да, 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 нам надо, вот я хочу сейчас застрелиться, чтобы там быть теплым. Ну, значит, дело все в том, что этот плавильный котел, он не работает на одном поколении. Да, конечно. И когда мы смотрим на более долгую историю, то мы видим, что уже дети эмигрантов, да, они уже абсолютно абсорбированы в эту среду, они уже абсолютно американцы, неважно кто они, индусы, китайцы, мексиканцы, латиносы, это уже не имеет значения. Конечно, традиции семьи налагают свой опечаток на детей, безусловно, да, то есть, например, мы в хай-тек индустрии видим очень мало латинос, ну, очень мало. Есть, но совсем незначительно. И значительное количество индусов, например, да, не так много белых американцев. Но, тем не менее, это все, мы все американцы при этом, и мы все интегрированы в эту страну, и мы все ее любим, и она является нашей любимой. Еще другой аспект. То есть, допустим, вот есть штат, какой-то штат, я не знаю, Аризона, и вот в этом штате уже становится так много латинос, что им как бы нет смысла вроде как учить английский, им нет смысла говорить на английском друг с другом, им, они семьи создают со своими же латино-испаноговорящими, и как бы и дети, и внуки, и вроде много поколений, типа, им нет смысла учить английский. Но так тоже так не получается, потому что английский язык открывает людям дорогу в Америку. Если вы не говорите на английском свободно, вы не можете учиться в университете, вы ничего не можете. Вот, конечно, работать в поле вы можете, но дети ходят в школу. В школе дети учатся на английском языке. Они могут не любить особо учиться. И в этом смысле они могут до 10 класса просидеть в ESL, для тех, кто там плохо говорит по-английски. И при этом они свободно говорят по-английски. Абсолютно свободно. Они смотрят фильмы, они путешествуют по стране, они работают на английском и так далее. Они абсолютно свободно владеют английским. И вот этот плавильный котел, он не только проявляется в языке, который проходит уже следующее поколение, уже говорят все свободно. Он проявляется в ментальности. И, конечно, американская школа, она вот этим детям дает менталитет американский. Вот это то место, где работает этот плавильный котел. Он не упирается только в знание языка. Абсолютно. И они выезжают из своих комьюнити, они куда-то едут жить друг в друге. Мы со Светланой друг с другом дома разговариваем по-русски. Кто бы мог подумать. Хотя могли бы говорить и по-английски, то есть не то, что нам не хватит словарного запаса там или что-то. Наша дочь со своим мужем говорит дома по-русски. И с детьми они говорят по-русски, чтобы дети знали русский. Чтобы дети знали русский язык, потому что это бенефит, конечно. Хотя дети, безусловно, дети друг с другом будут говорить по-английски, я в этом не сомневаюсь. То есть, когда младшая начнет разговаривать, так более-менее, они будут говорить уже по-английски. Но то же самое происходит и у мексиканцев, и у филиппинцев, и у китайцев. И сколько ты не пытайся их там удержать в том или ином языке, значит, это не удастся. Тут есть один аспект, который тоже важно понимать. При том, что мы сказали, и это правда, то, что мы говорим. Есть еще один аспект, который в противоположную сторону двигается. Дело в том, что плавильный котел имеет некоторую мощность. Если вы в этот котел будете закладывать больше сырья, чем в состоянии переплавиться, то котел перестанет плавить. И, безусловно, если мы в одном месте соберем 90% говорящих по-испански, то это будет испаноязычный штат. И если вы туда приедете, из Пенсильвании, вам придется учить испанский, потому что не с кем разговаривать. Это правда. Это тоже возможно. И это то, из-за чего в начале 20-х годов прошлого века, вот 100 лет скоро будет, как прикрыли эмиграцию, потому что темпы были настолько быстрыми, что общество не справлялось. Я не скажу, мы больше не будем принимать эмигрантов. И остановилось на 20 с лишним лет. Поэтому пока вот переварилось, там тоже ведь страна изменилась кардинально. Представьте себе, в протестантскую страну рванули десятки миллионов. Понимаете, невероятное количество людей рвануло. Католиков. Вот мы сегодня говорим там про латинос. А те не были латинос, те были белые. Но они были из Ирландии, они были из Италии, они были из Польши. Понимаете, столько католиков, плюс еще евреи тоже там несколько миллионов. Значит, и страна сказала, мы не можем так, мы перестали быть тем, что мы были. Понимаете, сегодня все-таки у нас 330 миллионов. И более-менее страна все-таки англоязычная, при том, что... У нас как бы второй язык все-таки идет. Второй язык во многих местах есть, испанский, да, очень популярный там и так далее. Если бы прекратился приток новых мексиканских иммигрантов через границу, то буквально через 20-30 лет мы бы не видели молодежи, которая вообще владеет испанским. Но люди приходят, они где-то работают. Где они работают? Там, где есть испаноязычное. То есть владение испанским языком становится важным инструментом. Вот если вы работаете в строительном бизнесе или в бизнесе по озеленению, да, вот у нас все эти зеленые насаждения и так далее, это все делают латинос. То это для вас совершенно необходимый инструмент. Вы не можете быть в этом бизнесе и не говорить по-испански, потому что у вас там полно вот этих нелегалов или там свежих иммигрантов, которые еще английского не знают. И так далее, и так далее. То есть это как бы, ну, инструмент. Но сказать, что у нас сегодня какое-то культурное перерождение, или что люди, которые приехали из Мексики в Соединенные Штаты.